Наше дошкольное учреждение имело 5 групп до сих пор, 2 из них это с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом году, вот сейчас, мы открываем 6 группу и приняли мы для того, чтобы реорганизацию провести и принять детей, 25 детей. То есть мы увеличили количество мест нашей городской программы на 25. В эту группу путем дислокации детей, значит, поместили детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на первый этаж. Две группы по 8 детей, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Из них 9 инвалидов с серьезными тяжелыми формами после ДЦП. Для того, чтобы подготовить эту группу, мы израсходовали 578 тысяч рублей. Это деньги целевой программы развития сети дошкольных образовательных учреждений. Значит, то, как группа подготовлена, мы довольны. Но я еще говорю и повторюсь, что, значит, у нас сделаны пандусы специально для детей-инвалидов, для первого этажа. Это доступная среда образовательного учреждения для всей инфраструктуры детского сада. Но и на территории, еще немножечко раньше, выполняя санитарные правила по устройству и содержанию детей дошкольного возраста, есть такие санитарные правила только для наших детских садов, значит, мы построили зоны отдыха для них, значит, через каждые 6 метров, чтобы детям было комфортно и во время прогулки эти дети, значит, напряжены, так сказать, они имели возможность отдохнуть. Ну, мне понравилось все, здесь действительно мебель поменена, игрушки новые, то есть здесь все сделано в таких красочных цветах. Спальня очень понравилась, такие нежные тона сделаны. Ну, и как бы игрушки новые, у меня ребенку здесь очень нравится, то есть она уже здесь приходит с таким воодушевлением, что здесь новые игрушки и так много, и можно хоть чем-то заниматься. Воспитатели очень хорошо здесь относятся к детям, сколько бы, в какое бы я время ни приходила, всегда здравствуйте, всегда вежливые, культурные и по отношению к детям, и по отношению к родителям очень заметно, то есть это очень радует. Она адаптировалась хорошо, да, она ходила в садик в частный, то есть она более такая уже общительная девочка, она подружилась уже здесь, у нее уже много подружек, она уже, ее встречают, то есть уже сразу с радостью она бежит в садик. Что хотелось бы, чтобы все дети сегодня были устроены в детский сад, но проблема не только в городе Первоуральске, она проблема, в общем-то, общероссийского масштаба, получилось так, что это сегодня не вина города, не город отдавал детские сады, было три Горановских детских сада, сегодня 51. Когда встречаюсь с коллегами, которые говорят, а вот мы раньше, я всегда говорю, раньше у вас было три детских сада, сейчас у нас подчинение 51 в нашей сети, это больше намного, раньше были ведомственные детские сады.